Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, друзья мои, что очень скоро, 1 декабря, мы начинаем набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то не пропустите 1 декабря, не пропустите начало набора. Так, сейчас, если вы меня видите, если вы меня слышите, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. Я сегодня пытался запустить эфир с ноутбука, но не очень это получилось, поэтому по старинке я немножко приболел, Поэтому буду подкашливать и... Да, все видно и слышно. Снова пришлось, снова пришлось выйти с телефона, но ничего, постепенно мы все это дело отладим. Так, друзья, значит, смотрите, прежде чем мы начнем, спасибо вам большое за симарон, за наводку на симарон. Ну, кое-что я видел, кое-какие из этих техник, там, например, замечательную технику про закидывание ногой красных трусов на люстру. И вы, наверное, видели, кто меня вконтакте читает, видели, наверное, подборку я запостил, там, самые прикольные техники. Замечательная, замечательная вещь. Я просто не знал, некоторые техники я видел ранее, да, но не знал, что вот существует целое такое учение. По-моему, очень классные техники, очень веселые, очень хорошо понижают важность и при этом хорошо проработанные с точки зрения психологии. Так что, спасибо за наводку. И еще тоже, прежде чем, прежде чем вы, я, ну, немножко тяну время, чтобы все подключились, те, кто, те, кто должны прийти в эфир. Спасибо, Леша Внукову за конспекты. Алеша, если вы здесь, то помашите рукой. И, ребята, те, кто читают, да, вот Ксения, Ксения дала наводку на Симарон, так что, ребят, какие-то, если хорошие, интересные техники, найдите. Я, в принципе, много что знаю, но, конечно, коррективная, коллективная насмотренность всегда превышает насмотренность одного человека. Значит, Алеша тоже пишите благодарности. И мы договорились с ним, что он будет конспекты присылать мне в личку. Здесь, ВКонтакте, нельзя закрепить первый комментарий, так как на Ютубе. И я буду, в описании видео, просто я буду эти конспекты добавлять. Естественно, мы его не обязываем делать, эти конспекты, да, но если будет делать, то буду я их добавлять с большим удовольствием. Почему? Потому что, помимо всего прочего, да, единственное, что, друзья мои, важно, чтобы вы не заменяли конспект, конспектом урок, чтобы вы все-таки слушали урок, да, почему? Потому что на уроке я много чего важного говорю на полях между делом, да, что может в конспект и не войти. Ну и плюс урок это энергия, да, урок это общение, да, это ответы на вопросы и так далее, и так далее. То, чего в конспекте нет. Но! Почему я люблю конспекты? Потому что конспект это очень хорошая проверка лектора на наличие воды, проверка на водность. И мне кажется, что, ну, смею надеяться, мои лекции эту проверку на водность выдерживают, да, потому что бывает так, что послушал лекцию два часа, а классно, как спикер рассказывает, вообще настолько интересно. Потом берешь и в конспекте три строчки, собственно, о чем говорил. Вот, поэтому, как прошли ваши нарушения запретов, как ощущения, давайте так, поделитесь своими ощущениями, что вы чувствовали в течение этой недели. Те, кто, что вы делали, вы написали, да, какие инсайты у вас произошли тоже. Вот мне интересно, ощущения. Специально сделала понедельник выходными, чтобы смотреть прямые эфиры. Да, супер. Я очень люблю понедельники. То есть, я эфира вот этого жду тоже всегда. Нашей с вами встречи жду с большим нетерпением и огромной радостью. Так, ощущения шло туго. Так, вот смотрите. Пока вы пишете, тоже я все прочитал, все отчеты. И я хочу подчеркнуть одну вещь, небольшую, но очень важную. Чувствую себя лузером, ничего не нарушила. Но вы нарушили необходимость нарушать какой-то запрет. Ну, вот не понравилось делать домашку в этот раз. Всю неделю боролась с собой. Значит, здесь, раз не понравилось, значит, вот здесь и есть ваша точка роста. Чувство легкости и завершенности. Ощущения особо нет, не нашла запретов. Ну, оставьте это на будущее, да. То есть, в будущем тоже всплывет какой-то запрет, да, и вы его потестируете. Понимаете, вот то, что мы с вами делаем в течение этого курса, да, мы год с вами будем заниматься, это останется с вами на всю жизнь. То есть, вы и через 5 лет, и через 10 лет вспомните какую-то вещь, какую-то технику, которую мы с вами обсуждали, да, или какую-то формулировку, или какую-то систему, и она вам в нужный момент поможет. Вот то же самое с запретами, да. Всплывет через какое-то время запрет, и вы на него посмотрите, а, собственно, что это за запрет. И не обязательно делать прямой запрет. Вот смотрите, важно, чтобы вы понимали, что мы учимся, вот в течение этой недели мы учились не нарушать запреты. Да, то есть, нарушение запретов, это не то, чему мы учились. Наша задача научиться различать запреты, да, то есть, различать те запреты, которые актуальны, и те, которые потеряли свою актуальность. И в этом смысле, да, получение энергии в результате нарушения запрета, да, то есть, вот мы нарушили запрет и получили всплеск энергии, не является решающим критерием. То есть, да, это важный критерий. Я нарушил запрет, он у меня висел много лет, да, и я получил освобождение, да, то есть, из клетки вышел. Оказалось, что это можно делать. Почему? Потому что, ну, вот, например, есть запрет не хулиганить, да, я возьму, пойду, разобью витрину магазина. И получу энергию, естественно, неизбежно, да, то есть, это, есть запрет, да, я его нарушаю и так далее. Но я сяду в тюрьму на два года за это, за хулиганство. Да, то есть, это реальный запрет. Да, то есть, вот все эти запреты, наша задача выявить их актуальность и научиться их актуальность в итоге выявлять мысленным экспериментом, да, то есть, в дальнейшем нам, вам не обязательно будет нарушать запрет, да, проверять вот этот запрет реальным нарушением. Да, например, нам не нужно проводить реальный эксперимент для того, чтобы прыгать в окно с восьмого этажа, да, мы можем провести мысленный эксперимент и прийти к выводу, что, скорее всего, ничем хорошим это не закончится. Да, как, например, в детстве я делал парашют из занавески и прыгал с сарая. И этого прыжка, этого эксперимента стало достаточно для того, чтобы я понял, что, в общем, с самодельным парашютом прыгать откуда-нибудь выше не стоит, что можно переломать ноги просто. Почему-то вот парашют из занавески не очень работает, наверное, ткань неподходящая или форма, или размер, да. Да, и точно так же это касается, ну, например, нарушения закона, да, все люди нарушают законы. В детстве, в подростковом возрасте все люди обязательно где-нибудь да нарушают законы. Некоторые попадаются, некоторые не попадаются. Но в дальнейшем достаточно мысленного эксперимента, да, то есть достаточно не проводить реальный эксперимент для того, чтобы понять, реально это запрет или нет. Вот в будущем, да, задача, чтобы вы пришли к такому быстрому мысленному тестированию запрета. Так, хорошо, переходим к сегодняшней теме. Сегодня сложная тема, и она не несет непосредственный профит. То есть, в отличие от предыдущих тем, да, это не такая тема, что мы попробуем сразу, и вы сразу там 100 тысяч заработаете. Хотя будут и такие темы в дальнейшем. Но сейчас вот через эту тему нужно пройти просто для того, чтобы лучше понимать, что происходит в вашей жизни и что с этим делать. Мы поговорим о стратегии жизни. О том, как нужно планировать свою жизнь и какие задачи нужно ставить. И в каком возрасте эти задачи нужно ставить. Так, сейчас я секунду, ребят, гляну. Может мне как-то тут лучше открыть, чтобы мне комментарии ваши видеть. Да, даже здесь лучше. На ноутбуке. Дело в том, что люди очень часто проживают свою жизнь так, как будто у них есть еще несколько жизней в запасе. И тратят годы на бесплодные усилия или на повторение того, что уже было пройдено. И в конце жизни вдруг, внезапно оказываются банкротами. Сейчас, секунду еще. Можно я... Просто мне... Извините. Нет. Оформлю... Оформлю этот самый трансляцию, чтобы она нормально выглядела. Телефонная. Телефонная наша трансляция. Да, так вот. И в финансовом смысле банкротами оказываются. И в стратегическом смысле. И для того, чтобы выстроить работающую стратегию жизни, нужно понимать, ну, как минимум, как человек меняется в течение жизни. Как он меняется с возрастом. И по этому поводу существует, я думаю, что вы, скорее всего, их знаете, да, есть множество разных представлений. Они более или менее похожи друг на друга. Давайте я вам прям парочку покажу. Некоторые упомяну просто, что вот есть еще такие, эти самые. Такие классификации. Самая известная, наверное, это классификация возрастная периодизация Пиаже. Пиаже выделял пять основных периодов развития интеллекта. Первый – это образование сенсомоторного интеллекта. Это от рождения до полутора-двух лет. Второй – это развитие символического и допонятийного мышления. Это с полутора до четырех лет. Третий – это образование интуитивного наглядного мышления. Это с четырех до семи-восьми лет. Четвертый – это формирование конкретных операций с семи-восьми до одиннадцати-двенадцати лет. И пятое – это выработка формального мышления. С одиннадцати-двенадцати лет и в течение всего юношеского периода. И на этом как бы все. То есть предполагается, что больше, дальше человек не развивается и не меняется. Возможно, с точки зрения возрастной физиологии, это, наверное, и правильно. Когда я в университете, у меня первое мое образование, второе образование у меня в ГИК, сценарный факультет. А первое образование – педагогический университет, филологический факультет. И, естественно, нас – это уже не советское время, но еще на советских дрожжах ехала эта машина. И образование было очень хорошее, очень качественное, очень глубокое. И возрастную физиологию мы изучали очень-очень тщательно и глубоко. И тогда, когда мне было 17 лет, когда я все это изучал, мне казалось, ну да, наверное, вот так оно и есть. Вот так человек развивается. И где-то там к 24-25 годам он в своем развитии останавливается. И дальше просто вот что он к этому времени приобрел, дальше все так происходит. Помните, еще Лев Толстой писал, что мы до трех лет изучаем больше, чем за всю предыдущую жизнь. И это, наверное, так и есть. Дальше. Еще одна возрастная периодизация Эрика Эриксона. Здесь уже вроде как вся жизнь затрагивается. Первое. Орально-сенсорное младенчество. До одного года. Второе. Мышечно-анальное. Раннее детство. От одного года до трех. Третье. Локомоторно-генитальное. От трех до шести лет. Четвертое. Патентное. Школьный возраст. От шести до двенадцати лет. Пятое. Подростковое. От двенадцати до двадцати лет. Шестая. Раннее младенчество. От двадцати до двадцати пяти лет. Седьмая. Средняя зрелость. От двадцати шести до шестидесяти четырех лет. Да? То есть, его всю жизнь вот так махнули одной этой самой. Да? Зрелость. Все. Ничего тут у нас не происходит. Восьмая. Поздняя зрелость. От шестидесяти до шестидесяти пяти. И дальше у него написано смерть. Даша пишет. У меня одной нет звука. Ребята, напишите, пожалуйста, в чате. У Даши у одной нет звука или у всех нет звука. У меня и видео нет. Как-то может быть. У кого видео нет? Сейчас я проверю. Нет. У меня видео есть. Я на компьютере проверяю. И звук есть. Все есть. Так. Окей. Хорошо. Так. Есть периодизация Выгодского. Есть периодизация Эль Конина. Да? То есть, есть различные... Это не впервые я. Я не самый первый человек, который к этой теме подступает. Чем они меня не устраивают? Почему? Зачем еще? Помните, как в записках покойника Булгакова в театральном романе? Зачем трудиться пьесы писать? И так много хороших пьес. И зачем, для чего я еще создаю собственную периодизацию. Человек во всех этих периодизациях рассматривается как биологическое существо. Не учитывается социальная природа человека. Да? То есть, человек существует только как часть общества и никак иначе. Вот я считаю, что человек это настолько общественное существо, что если его изъять из общества, он перестает существовать как человек. То есть, он может существовать, конечно. Биологически он может существовать. Но он превратится в животное. То есть, человек как человек существует только как общественное. То есть, только как часть общества. Человек может быть в одиночестве и оставаться человеком в том случае, если он будет мысленно общаться с обществом То есть если он не будет выключать себя из общества Если он будет думать о других людях, если он будет читать о других людях, если он будет писать о других людях, он будет оставаться человеком Если человек будет выключен полностью из общества Он очень быстро превратится в животное Такие опыты были Помните у Гоголя, в игроках Гоголя Весь ли человек принадлежит обществу? Весь? Нет, не весь Нет, весь Нет, не весь Я в конце концов, мне казался смешным этот спор В конце концов я понял суть этого спора И понял, что действительно он имеет значение И если учитывать то, что человек существует в обществе И вот все эти модели, которые я выше вам рассказывал Они вот это функционирование Они рассматривают человека как биологическое существо Как часть общества человека Они не рассматривают И как меняются взаимоотношения человека с обществом Они не рассматривают И в итоге, если мы этого не понимаем Мы свою жизнь проживаем вслепую То есть мы не можем знать Мы же проживаем свою жизнь в первый и в последний раз То есть у нас нет опыта проживания нашей жизни Мы не можем ее прожить и сказать Вот там, там, там я неправильно сделал Давайте я еще раз проживу Это, кстати, один из самых популярных сюжетов Когда человек получает возможность еще раз прожить свою жизнь К сожалению, мы этого не можем И мы свою жизнь проживаем сразу набело Без черновика И, соответственно, мы можем Единственное, как мы можем снизить ошибки Мы можем смотреть, собственно, как другие люди в своей жизни проживали Какие результаты они получали в результате тех или иных действий И, соответственно, можем предполагать Что вот в этом возрасте мы будем делать то В этом возрасте мы будем делать то Там-то нас встретит Такая-то проблема Там-то такая И, соответственно, подготовиться к этой проблеме И подготовиться к тем задачам Которые нам надо будет решать На том или ином этапе И если учитывать Вот это существование Я сразу хочу две оговорки сделать Если учитывать существование человека в обществе То можно обнаружить, например, такие флуктуации Как, например, женщин Там плюс-минус 50% популяции человеческой Которые, естественно, тоже являются членами общества Частью общества Но при этом Любые стратегии жизни Не учитывают того Что, например, самую продуктивную часть жизни Некоторые женщины Не все, но некоторые Большая часть Могут быть выброшены полностью Из социальной жизни И оказаться в заперти Быть исключенными из общества На 5, на 10, на 15, на 20 лет И это вообще никак не учитывается И не обязательно Вот эта изоляция Она не обязательно служит саморазвитию Я понимаю, что это всегда немножко комично звучит Когда мужчина Говорит что-то о женском вопросе Но Эмпатию никто не отменял Второй момент Это надо учитывать И женщинам, когда они планируют свою стратегию жизни Им опять же это надо учитывать И надо понимать Что может случиться такая ситуация И, соответственно, даже наличие мужчины Которые, скажем, тоже там Каким-то образом участвуют В воспитании ребенка На раннем этапе Оно тоже здесь не очень помогает Еще один момент Который тоже нужно учитывать То, что есть люди Ну, здесь нет как бы такой какой-то Прямо научного какого-то термина Да, ну, конечно же Я про беременность и воспитание детей Мне кажется, что это, ну, очевидно И здесь тоже, да Это отдельная большая тема Да, кто-то может Кто-то считает Беременность, рождение детей И воспитание детей Способом самореализации Да А кто-то может и не считать Это способом самореализации И ничего в этом, опять же Да, это вопрос выбора То есть Никто не вправе Навязывать какую-то свою точку зрения По этому поводу Есть люди Жаворонки Есть люди Сор Я имею в виду сейчас Не тех людей Которые там Просыпаются рано И поздно ложатся А те, кто развиваются Быстро И те, кто развиваются Медленно Например Если вы посмотрите на Скажем Лермонтова Да В 14-15 лет Это был уже Абсолютно взрослый Взрослый И готовый поэт Готовый к употреблению А годам к 22 Он уже вышел на уровень Абсолютно беспредельный Абсолютно запредельный Да То есть Смерть Пушкина Ему сколько там 23-24 года Да И до 26-27 ему было Когда он погиб В 41 году Да Вот эти 3 года Да Все это время Он был очень молодым человеком То есть Ему никогда не было Старше 27 лет Да Есть Хендрикс Есть Джоплин Есть Этот самый Джим Моррисон Да То есть Все люди Которые очень-очень быстро взрослели Которые в 24-25 лет Уже были Мощными ребятами Которые вышли на Пик продуктивности А есть люди Которые выходили на пик Выходят на пик продуктивности Годам к 40-50 Например Многие драматурги Да Бернард Шоу Первую пьесу Написал в 34 года На такой хороший Мощный пик продуктивности Вышел где-то Годам к 55 И дальше До 90 лет Да Ему было 90 лет Он продолжал писать По 2 пьесы в день И это тоже Ну как бы Это надо учитывать Да Есть люди Молодые да ранние Которые сразу Приходят готовыми И есть люди Которые Развиваются И достигают Вершины Довольно поздно Ой ребята Что-то меня Ну Доведу Если буду кашлять И чихать То уж Извините Итак Вот эта система Она условна И приблизительно Как и вообще Все системы Но она позволяет Вообще понимать Как Как все работает Итак Когда Как я ее вообще Сформулировал Да Есть Опять же Есть Еще раз Я сразу же Оговорюсь Что есть Большое количество Разных классификаций Чаще всего Они не учитывают Существование Человека в обществе В обществе И поэтому Вот я Был вынужден Создать собственную Классификацию Она Моя личная Да Авторская Если вам что-то Не нравится Вы смело Можете критиковать Да То есть Смело Можете ее Использовать Менять Делать Да По своему усмотрению Да То есть Это Некая Гипотеза Когда-то Я Обнаружил Что У меня В моей Собственной Жизни Довольно Четкие Периоды По Семь лет То есть Проходит Семь лет И происходит Смена Смена Парадигмы Да То есть Не просто Направление Да Прям Смена Резкая Смена Парадигмы Мне стало Интересно Я попробовал Как-то Сел Расписал Это все И посмотрел И увидел Явные Явные Какие-то Тенденции И В итоге Я взял на себя Смелость Выстроить Некоторую Гипотезу То есть Я расписал То что Было До Да Сейчас мне 48 лет Скоро 49 И взял на себя Смелость Расписать Дальше Да Предположить Что Что может быть Дальше Исходя из Того Что было До Итак Вот Это Классификация От Нуля До Семи лет Первый Период Цель Человека В этом Возрасте Какая Выжить Почему Потому Что Самая Большая Смертность Людей Происходит В промежутке От Нуля До Семи Лет То есть Если Посмотреть На Статистику Ожидаемой На Статистику Смертности Да Вы Увидите Что Большая Часть Людей Гибнет Вот В этом Промежутке Несмотря На То Что Там Да Несмотря На Разные Изменения Связанные С Медициной Прививками И так Далее И так Далее И в 7 лет Есть Опять же Я там Читал Материалы Вдруг В 7 лет Вот эта Кривая Смертности Резко Выпрямляется То есть В 7 лет Дети Резко Перестают Умирать Да То есть Если ты Дожил До 7 лет То Уже Очень Высока Вероятность Что ты Дальше Совершенно Спокойно Проживешь Там Лет до 70 До 80 Да Ребят Вот Вы пишете Эту самую Бегущая С волками И так далее И так далее Еще раз Я говорю Их Бесчисленное Множество Этих Классификаций Да Они меня Я объясню Почему они Меня не устраивают Это почему Я Сделал Свою Собственную Классификацию Одной Больше И Одной Меньше Дальше Да И вот Эта задача Ее Нужно Учитывать И Соответственно Там Задача Родителей В это Время Да Здесь Что называется Максимальная Ответственность На Родителях Да То есть Родители Должны Обеспечить Своему Ребенку Выживание В этот Перевод Дальше В промежутке С 7 до 14 лет Задача Человека Научиться Всему Что знают И умеют Взрослые Да То есть Попробовать Все Что Все Что У взрослых Есть Да К 14 Годам Надо Уже Попробовать Я Скажем Так Там Ну под вопросом Например Стоит ли К этому Времени Скажем Попробовать Заниматься Сексом Да Ну Наверное Нет Все Таки Да Но Скажем Влюбиться К этому Времени Уже Есть Смысл Хотя Бы Разик Там Скажем Не знаю Если взрослые Курят Да Попробовать Сигарету И Понять Что там Я не хочу Курить Тоже Я думаю Что к 14 Годам Уже Имеет Смысл Да Посмотреть Какое Такое Пиво Взрослые Пьют Да Попробовать Выплюнуть Да Тоже Имеет Смысл То есть К 14 Годам Человек Должен Знать 99 Процентов Того Чего Знают И умеют Взрослые То есть Его задача Да С 7 До 14 Лет Человек Впитывает Просто вот Все вокруг себя Как губка Дальше Следующий И кстати говоря Есть люди Которые Вот на этом И заканчивают То есть 14 лет Все впитали Дальше Устроились На работу Куда-то И всю жизнь Дальше Ровненько Ничего Больше У них Не происходит Никуда Они дальше Не идут Такое Тоже Может быть Дальше С 14 До 21 Года Задача Что Начинается В 14 Лет Да То есть У человека Начинается Гормональный Шторм Да То есть И Там тоже Немножко По-разному У девушек Раньше У мужчин Чуть позже Да Но плюс-минус 14 лет Начинает Человек Штормить Человек С 14 До 21 Года Да Пока Лобные Доли Не созреют Ну там Тоже По-разному Кто-то Говорит 21 Кто-то Говорит 25 27 Лобные Доли Созревают Тоже Спорно У разных Людей По-разному Но плюс-минус Где-то Так Человек Ведет Себя Как Пушка На 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 Палубе Да То есть Он Абсолютно Неуправляет С женой Разговаривали Я Вспоминал Себя С 14 До 21 Года Я понимаю Что это просто Ну опасный И для себя И для окружающих Человек Который Который Просто Вот его Вообще Ничего не может Остановить Да То есть Я хочу Вот это Да Все Я Хочу В Питер Да Сел На Автобус Уехал Да Пересел На поезд И уехал В Питер Да И пофиг Да Родители переживают Не переживают Меня это не волнует В Ригу Уехал Да То есть Все в порядке То есть Здесь задача Какая Здесь задача Научиться Освобождаться От влияния Ближайших Взрослых Я бы Не Назвал Это Сразу Это Ну Кто-то Называет Это Сепарацией Да Мне кажется Что здесь Так Здесь Важно Да То есть До 14 Лет Все Взрослые Все Взрослые Вот Все Что Вокруг Нас Окружает Мы Воспринимаем Без Всякой Критики Да То есть Мы видим Что человек Что-то Делал Мы тоже Хотим Это Делать Да Мы тоже Хотим Мы таки Повторяем Все За всеми Да Но Начиная С 14 Лет Мы Начинаем Всех Критиковать Да То есть Мы Начинаем Бунтовать Против Учителей Мы Начинаем Бунтовать Против Родителей И так Далее И так Далее То есть Вот Это Музыка Другая Не Такая Какая От Родителей Слушают Там И так Далее Я помню Как мы В 14 Лет С отцом Начали Ругаться Дико По поводу Музыки Да То есть Он Классику Слушал Я Естественно Слушал Хэви Метал И Здесь Опять же Да Самое Главное Что мы Начинаем Учиться Различать Да То есть Мы еще Не умеем Различать Да Что нам Подходит Но Мы все Отметаем Сразу Да Потом Постепенно Мы Начинаем То есть Я Буду Слушать Эту Музыку Просто Потому Что Она Вам Не Нравится Значит Я Буду Ее Слушать Да И Это Хорошо Тем Что Мы Начинаем Учиться Отказываться От тех Влияний Которые Могут Быть Нам Вредны Да Например Там В 14 Лет Нас Окружают Условно Горя Старшие Парни Которые Курят Матеряться Там И Дальше В 15-16 лет Мы Можем И от них Сепарироваться Да Мы Можем Сказать Я Хочу Идти Этим Путем Да Они Старшие Я Ими Восхищался Год Два Назад А Сейчас Я Говорю Что Мне Это Не Нравится Я Хочу Другое Что То есть Притягиваемся Да Дальше Мы Начинаем Отталкиваться И С Этого Мы Начинаем Выбирать Направление Своего движения Пока Неосознанно Как мы Выбираем Мы Перебираем Направление Мы Пробуем Новое Я Это Называл Увлечениями То есть У меня Начиная Где-то Ну Лет С Десяти Просто Вот Там Космонавтика И Все Я Иду В Космонавтику Все Я Занимаюсь Только Космонавтикой Дальше Проходит Три Месяца Все Космонавтики Никакой Космонавтики Вообще Никогда Никаких Космонавтиков Никакой Космонавтики Мы Идем В Ребят Давайте Сейчас Кто в Комментариях Астрология Чакра И так Далее Я Вы Молодцы Да Вы все Знаете Давайте Сейчас Сосредоточьтесь На том Чтобы Понять То Что Я Вам Добавляя Какую-то Дополнительную Информацию Вы Не Повышаете Ценность Того Что я Говорю А Понижаете Да Потому что Вы Размываете Ту информацию Которую Я Пытаюсь До вас Донести Поэтому Давайте Лучше Вы Потом Если Захотите Добавите Да Все Что Захотите Сказать Сейчас Мне Важно Чтобы Вы Очень Четко Поняли То Что Я Рассказываю Прям По полочкам Я Вам Раскладываю Разжевываю Вот И Когда Это Все Усвоится И Устаканится Я Думаю Что Вы Немножко По-другому Начнете Смотреть И На Свою Жизнь Да И Потом Дальше Там Рок Музыка И Опять Да То Есть Вот Ты Берешь Какую-то Одну Тему И Все Остальное Для Тебя Теряет Актуальность Да Даже В случае С музыкой Например У меня Я Очень Увлекался Музыкой И В какой-то Момент Мне Вдруг Очень Начала Нравиться Музыка Бардов Высоцкого Розенбаума И Так Далее И Да И Я Стер С Кассета Всю Другую Музыку У меня Вся Музыка Была Только Высоцкий И Розенбаум И Акуджава И так Далее И так Длилось Типа Три Четыре Месяца А потом Через Три Четыре Месяца Все Эти Барды Были Стерты И Дальше Была Совсем Другая Музыка Какой-то Психоделик Шестидесятых Да То То Перебор То Мы Мы В увлечении Ныряем Просто С головой И Мы Их Очень Быстро Меняем То Есть Очень Редко Бывает Так Что Вот В то Время Человек Чем-то Увлекся Такое Тоже Бывает И Все Это Моя Тема Я Буду Этим Заниматься Чаще Всего Мы Идет Перебор Перебор Разных Направлений Но Обычно В этом Переборе Направлений Есть Какая-то Четкая Тенденция Например У меня Всегда Это было Связано С писательством То есть Это Или Была Поэзия Или Литература Или Рок-музыка Но Тем не менее Всегда Это было Фундаментально Где-то В центре Всего Стояло Писательство Драматургия Сценаристика Вот И Все время Идет Перебор Дальше Вот Третий Период С 14 По 21 Год Дальше Следующий С 21 До 28 Лет Цель Найти Свою Стаю Да То есть Найти Своих И Здесь Тоже Везет Тому Кто Нашел Свою Стаю Раньше Такое Тоже Бывает Но Вот Это Период Когда Люди Очень Много Общаются Когда Все Время Из Комьюнити В Комьюнити Да То есть Вы Становитесь Такой Воронкой Через Которую Пропускается Очень Большое Количество Людей Вы Легко Знакомитесь Сходитесь Да И Мгновенно Завязываются Дружбы Да Я Вспоминаю С одним Парнем Мы Познакомились Он Зашел В Курилку И Не помню Что Уже Процитировал Бродского Какое-то Стихотворение И я тут же Ответил ему Цитаты И все Да То есть Свой Опознаватель Свой Чужой Да Мы сразу же Поняли Что Мы Одной Крови Да В то Время Бродский Был Таким Ну Не Самым Очевидным Поэтому Как Сейчас Поэтому Тут Сразу Все Мы Включились И Мы Там Очень Сильно Дружили Несколько Лет И Потом Точно Так же Очень Быстро Расстались И Перестали Общаться Да То есть Вот Идет Поиск Поиск Своих Людей И Задача Здесь Обучиться Коммуникации Научиться Быть Старшим В чем-то Научиться Быть Главным В чем-то Научиться Быть Младшим В чем-то То есть Научиться Становиться И в роль Ученика И в роль Учителя Научиться Становиться И в роль Начальника И в роль Подчиненного То есть Мы Осваиваем Вот здесь Навыки Коммуникации И вот Вот в это время мы начинаем учиться сознательно выбирать учителя, а не брать то, что дают. И в это время мы делаем первые шаги в выбранном нами направлении. То есть, если это писательство, то человек пробует делать какие-то первые вещи пишет. Дальше, следующие. 28-35 лет. Дальше, задача здесь построить финансовое благополучие. То есть, здесь мы учимся зарабатывать деньги. Учимся создавать тыл. Очень часто в это время, да, еще очень часто бывает, вот здесь, вот в этом промежутке, 21-28 лет, очень много любовных историй. У кого-то больше, у кого-то меньше. Лучше, условно говоря, студенческий брак, он будет где-то здесь, да. И это браки, которые, опять же, есть люди, которые там раз и все, и сто лет живут вместе. Да, но чаще, гораздо, да. Здесь поженились, даже бывает так, ребенка завели и пять лет прожили, расстались. Вот такого рода истории они все проходят вот здесь в основном. В промежутке с 21 до 28 лет. И дальше, с 28 по 35, вот здесь очень часто строится новая семья. То есть, очень часто бывает, что к этому времени человек понимает, допустим, что вот мне нужен другой партнер и у него должны быть вот такие, такие, такие характеристики. Это не всегда осознанно. Но вот здесь очень часто появляется вторая семья. И именно вот эта семья становится фундаментальной. Здесь человек покупает квартиру. Да, и если берет кредит на квартиру, да, то здесь вот он выплачивает. Иногда здесь, в это время, да, человек меняет место жительства, да. То есть, понимает, что я хочу жить вот там-то, там-то и там-то. Вот все. И вот здесь я начинаю в землю врастать. Кто-то переезжает, допустим, условно говоря, из России в Европу. Наоборот, из какой-то страны СНГ в Россию, да. Я переехал в этом возрасте, там, из Вологды в Москву, да. То есть, я определился с тем, что в землю я хочу врастать вот здесь, в Москве. Так, какой-то период жизни, когда другая семья. Смотрите, студенческий брак чаще всего это 21-28 лет. И очень часто все эти студенческие браки к 27-28 годам распадаются. И новая семья выстраивается в промежутке с 28 по 35 лет. То есть, вот браки, которые заключены вот в этом промежутке с 28 по 35 лет, они чаще всего уже на всю жизнь. Опять же, по статистике. Здесь мы, самое главное, учимся зарабатывать деньги. Да, то есть, мы учимся там финансово. Мы закладываем основы какие-то финансовой стабильности, финансового благополучия. И чаще всего, если вот в это время вы вышли на какой-то уровень финансового благополучия, да. Вот, чаще всего, он у вас будет таким, каким вы его построите в 20-28 по 35 лет. Очень трудно. Да, можно. И в следующие возрасты, да, можно, конечно, поменять. Всегда вообще все можно поменять. Но это будет гораздо труднее и более серьезные усилия придется предпринимать. Может быть, вообще все. Можно в 90 лет начать новую карьеру и сделать ее. Дальше. 35-45 лет. 35-42. Вернее. В это время, да, дети рождаются. Вы, Светлана, вы совершенно правы. Дети рождаются чаще всего к этому периоду. Да, совершенно верно. Чаще всего, да, то есть, что такое дети? Да, это мы укореняемся. Да, то есть, мы пускаем корни. Вот это все в это время. Да, то есть, определяются параметры, основные параметры нашей семьи. Какое она выглядит. Да, то есть, мы понимаем, например, один ребенок будет, два ребенка, три. Да, там, родителей перевозят в это время. Допустим, если родители где-то в другом месте, да, и есть план их перевести. Чаще всего, вот в это время это происходит. Дальше. 35-42. Цель. Определиться со своей темой и достичь вершины мастерства. То есть, вот в это время, да, то есть, человек решил какие-то финансовые проблемы чаще всего, где-то годам к 35, да, то есть, он, может быть, не решил их в том смысле, что может не работать, да, а он понимает, как заработать нужное количество денег, да, он понимает свою финансовую ситуацию, он понимает свои финансовые возможности к этому времени. И в это время у человека возникает желание оглядеться и, собственно, спросить себя, а чем я хочу заниматься? Чаще всего вот здесь происходит кризис, что называется, кризис среднего возраста, да, когда человек обнаруживает, что то, чем он зарабатывает на жизнь, это не то, чем он хочет заниматься. И в этом случае надо определяться, да, например, или оставлять то, чем он зарабатывает на жизнь, оставлять в качестве работы для зарабатывания денег, да, сдаем себя в аренду. А то, что является предназначением, да, превращать в хобби. И это нормально. То есть, вовсе не обязательно. Это тоже, ребята, это тоже манипуляция общества, да, что нужно заниматься своим хобби, да, и это хобби научиться его монетизировать. Да, то есть, ну вот у меня есть хобби, я бегаю, например, да, и я его никак не монетизирую, только убытки приносят. Вот мне сейчас кроссовки новые зимние привезли, 30 тысяч, да, никак это не монетизируется. Да, но вот в это время очень часто бывает так, что человек делает разворот. То есть, вот это то самое время, когда человек понимает, ага, я уже умею зарабатывать деньги, я уже закрыл свои потребности, да, купил квартиру, условно говоря, выплатил кредит или свел выплаты к какому-то приемлемому уровню, да, перевез родителей, вылечил зубы, да, то есть, вот основные какие-то финансовые проблемы решил. Да, съездил несколько раз за границу, посмотрел, как там, что. И теперь, соответственно, да, собственно, надо немножечко подумать о себе. И очень часто в этот момент человек говорит, так, все, а теперь я сценарист. Да, как помните, быть Джоном Малковичем. Герой приходит, герой в теле Джона Малковича приходит к агенту и говорит, отныне я не артист, отныне я кукольник. И агент говорит, да, Джон, как пожелаешь. Да, вот здесь то же самое. Да, то есть, вполне может быть, что вы в этот момент говорите, так, все, я больше не хочу заниматься маркетингом, я хочу заниматься психологией, вести консультации, вести тренинги. Да, нормально, в самое время. Я хочу быть сценаристом, тоже. Я много людей видел и сам совратил в свою веру, да, обратил в свою веру, обратил в сценарную веру других людей. Именно в этот момент, да, то есть, когда человек не знает, куда пойти, я говорю, вот иди сюда, попробуй, может быть, тебе здесь понравится. Да, человек попробовал, да, нравится, классно. И все, сидит, пишет сценарий, там, десятый сценарий уже выходит, там, десятая пьеса. Десятая книга. Вот, и человек, наконец-то, счастлив, да, человек понимает, что вот он этим хочет заниматься. Вполне может быть, почему нет. Почему это происходит в это время? Во-первых, решены закрыты все хвосты. Во-вторых, человек еще в силе, да, то есть, физические кондиции нормальные. Да, то есть, человек работает, человек на Акмелыша. И при этом он понимает, что у него осталась одна попытка, да, то есть, что у него, если он, например, потратит там 10 лет на то, чтобы достичь вершины в каком-то деле, да, ему в конце этого пути будет там 45 лет, да, то есть, второй попытки уже не будет, да, то есть, это одна попытка. Вот, и поэтому надо прыгать, да, уже как бы подгорает. Вот это 35-42. Определиться со своей темой и достичь вершины мастерства. Что человек понимает в этот момент? Очень часто он понимает, например, то, что его дело ему навязало окружение. Есть такая тенденция, даже с древности начиная, Конфуций говорил, что после смерти Олеся Белкина пишет «Моя история». Да, совершенно верно, не только ваша история очень многих людей, и моя тоже история, да, вот 40, ровно в 40 лет я решил, что все как бы, ну, если я сейчас не открою мастерскую, да, то всю жизнь буду об этом жалеть, да, и все, как с головой нырнул в это дело. И ни на секунду не пожалел об этом. Что после смерти отца человек должен еще три года идти его путем, продолжать его дело. Да, то есть, очень часто мы просто продолжаем дело своих родителей. Да, то есть, вот мои родители были журналистами, и, естественно, я вырос в редакции, да, то есть, я вырос между редакцией и маминой радиостудии. Она на радио работала, папа в газете. Вот, я не мог не стать журналистом. Ну, просто не мог, да. И, естественно, там первая половина моей жизни, она так или иначе проходила либо в газете, либо на радио, либо на телевидении, да, в журналистике. И в 32 года я поступил во ВГИК. Да и тоже, кстати говоря, да, большей частью на телевидении работал сценаристом. Так вот, очень часто человек понимает, что он выбрал это дело только потому, что оно приносит деньги. И что он хочет заниматься чем-то другим. То есть, вот для смены направления вот это самый подходящий возраст. С 35 до 42. Дальше. Вот вы к этому времени, к 42, вы уже должны понимать свою тему и достичь в этой теме вершины мастерства. Еще раз. Может быть и позже, да. То есть, может человек прийти в 50 лет, в 60, в 70, в 80, в 90. Все это ограничения, да. Но чаще всего в 99% случаях вот к этому времени человек уже определяется. И еще один нюанс, да. Что если, например, вы какой-то из этих этапов пропустили, да, то мне кажется, что можно вернуться и допройти этот этап. То есть, если вдруг, например, оказалось, что вам уже там 50 или 60 лет, а вы до сих пор еще с темой не определились, да, то мне кажется, что есть смысл прямо на этом сосредоточиться. Прямо поработать, ну, например, посвятить год тому, чтобы найти свою тему. Попробовать. Перебором. Порисовать. Попреподавать. Поиграть на дудочке, да. То есть, прям поискать. Да, то есть, только перебором. Да, то есть, только пробовать. Искать свою тему невозможно. Вот это все, знаете, мне тут кто-то написал как-то на одном из предыдущих эфиров, да, что есть куча техник, как искать свое предназначение. Все они известны мне. Да, то есть, условно говоря, представьте, что вы на своих похоронах. И вот кем вас там, ну, кого хоронят, как вас называют, да, или чем вам нравилось заниматься в детстве. Да, мне нравилось яблоки жрать. Да, опять же, как-то я не нашел, не нашел способ. Вот у нас, я на севере жил, да, у нас редко яблоки завозили. Или апельсины, например. Вот. И вот апельсин привезут. Я лягу на диван, ем апельсины и книжку читаю. Вот какая это, какая это профессия? Как это монетизировать? Да, и может быть так, что то, что вам нравилось в детстве, да, той профессии, когда вы были в детстве, ее сейчас, да, ее тогда вообще не было. Да, то есть профессия онлайн-преподавателя не была в моем детстве. Да, оказалось, что вот это моя профессия. Вот. Поэтому. Только перебором. Да, то есть если вдруг вы ушли куда-то дальше, да, по своей, по своей линии жизни. Но не выполнили какую-то задачу из своих предыдущих этапов, мне кажется, что есть смысл прям этим позаниматься. Вернуться назад и поискать свою тему. Точно так же там с финансами, да. Не решили вопрос, вам 50 лет, вы до сих пор не решили проблемы финансового благополучия. Но посвятите год этому финансам. Решите все проблемы. Выплатите долги, выплатите кредиты. Год занимайтесь только этим. Все, закрыли, идите дальше. Да, то есть единственное, что надо по порядку это делать, да. То есть если вам, вы что-то из этого не сделали, надо возвращаться, посвящать год решению этой задачи. Да, за год вполне можно решить. То есть то, что в обычном режиме мы за 7 лет проходим, в интенсивном режиме можно решить за год. Хорошо, идем дальше. 35-42. Определиться со своей темой, достичь вершины мастерства. Дальше. Дальше я буду более быстро, менее подробно говорить. И просто потому, что для меня это гипотеза. Да, я там еще не был. Возраст 42-49. Что делать в это время? На мой взгляд, служить людям. Да, то есть в этот момент, как человек, поскольку человек общественное существо, да, до этого времени он берет у общества. Да, то есть он и я, опять же, я вас все время этому учил и говорил, да, что мы, творческие люди, вообще имеем право брать у общества все, что видим. Потому что наш вклад не соизмерим. Сейчас я сформулирую. Вклад творческого человека, по-настоящему творческого, не соизмерим с тем, что он получает в течение своей жизни. Например, был сделан подсчет, сколько за всю свою жизнь заработал Пушкин в наших деньгах. И выяснилось, что если это на всю его жизнь, да, трудоспособную раскидать, он бы зарабатывал 100 тысяч рублей в месяц. По сравнению с тем, что он создал, да, ценностью, огромной ценностью, которую он создал, да, даже хотя бы взять все эти книги, которые издали, да, если ему авторские за эти годы, за эти... Два столетия выплатить, да, это уже будет целое состояние, да, поэтому... А жизнь человека, она короткая. Поэтому он может, я считаю, что он может брать все, что хочет. Все, что ему надо. Творческому человеку. Дальше следующее. Служение людям, да, и вот в этом, в этом периоде уже нам надо отдавать все. Мы должны давать, выдавать все, на что мы способны, да, писать, учить, вот все, абсолютно все, что мы можем делать, это время, когда мы должны светить просто на полную мощь. Здесь все просто. Дальше следующий. Я, как я говорил, дальше я уже менее подробно буду говорить. 49-56. Что здесь надо сделать? Могу только предположить, да, поскольку мне, еще раз, я говорю, 48 лет, и мне пока ни разу не было 49. И я уж, конечно, не знаю, как я там буду себя чувствовать. Но могу предположить, что в этом возрасте нужно будет передавать свой опыт. То есть, вот все, чему мы научились за это время, да, в это время нужно упаковать. Это время для того, чтобы написать книжки, это время для того, чтобы вырастить учеников, это время для того, чтобы сформировать какое-то свое наследие, да. И, чтобы то, что вы приобрели в течение вашей жизни, да, чтобы оно вместе с вами не сгинуло. Чтобы вы не просто след свой оставили, а чтобы вы этот свой опыт передали кому-то, какому-то следующему ученику, который бы начал движение с того места, на котором остановились вы. 49-56. Передать свой опыт. Дальше. 56-64. Здесь, опять же, гипотеза. Я предполагаю, что цель в это время научиться быть счастливым. Что я имею в виду? Казалось бы, да, вообще философы считают, что если вы посмотрите определение счастья в Википедии, вы увидите, что счастье это цель жизни. Да, то есть цель жизни человека это достижение счастья. Да, и почему только вот к этому времени, да, человек должен научиться быть счастливым. Дело вот в чем. Дело в том, что пока человек молод, да, пока у него, знаете, есть анекдот такой, да. Ребенок плачет и мама говорит, у него, наверное, что-то болит. И папа говорит, что у него может болеть? У него же все новое. Вот здесь то же самое, да, у нас все новое. Да, то есть организм молодой, здоровый, выдерживающий любой генатурат, любой беломор, да, и ощущение эмоциональной новизны, да, и эмоциональной яркости, оно присутствует. Да, там лет до тридцати. И, соответственно, это просто физиология, да. И даже если вы несчастны в это время, да, то есть, ну, там человек, когда, я вспоминаю, там, опять же, себя так в четырнадцать-пятнадцать лет, да, там, это вот такие качели, да. Да, то есть, от абсолютного счастья до абсолютного, просто абсолютного несчастья. И это может быть происходить просто в течение одной фразы. То есть, я помню, был момент, когда у нас была драка в школе, на дискотеке. И меня очень сильно избили на этой драке, в процессе этой драки. И я после этого возвращаюсь домой, весь избитый, да, там, проскальзываю как-то, чтобы родители не заметили лицо разбитое. Захожу в комнату, а в комнате идет фильм тот самый Мюнхгаузен. И я сажусь и смотрю это кино. И у меня такое острое ощущение счастья. И я такой про себя думаю, вот, если бы не было драки, такого счастья бы не было. Да, то есть, вот этот фон физиологический. Он сам по себе дает ощущение счастья. А дальше нам надо учиться это счастье себе создавать самим, самостоятельно, да, без помощи физиологии. А для этого что надо? Для этого нужен старителлинг, да. То есть, нам нужен очень сильный старителлинг, с помощью которого мы поддерживаем свое ощущение счастья. Вот это, то есть, чтобы ваше ощущение счастья не зависело от вашей физиологии. Потому что физиология, ну, неизбежно, она меняется, деградирует к этому времени. А ощущение счастья, да, есть люди, которым это не мешает, не мешает переживать вот это ощущение счастья. Итак, 56, 64, научиться быть счастливым. Дальше. 64, 70. К этому времени, опять же, на мой взгляд, это гипотеза. Цель это освободиться от всех обязательств по отношению к людям. Да, то есть, перестать быть должным кому бы то ни было, что бы то ни было. Да, то есть, вы можете делать что-то, да, то есть, вы можете писать, можете преподавать, можете работать, можете зарабатывать, но можете и не делать этого. То есть, задача устроить свою жизнь таким образом, чтобы у вас никаких обязательств по отношению к людям к этому возрасту уже не было. Дальше, следующее. Опять же, дело в том, что очень часто вот к этому возрасту как раз на человека вешают огромное количество каких-то обязательств. Вот надо научиться в это время от этих обязательств избавляться. То есть, счастье уже есть, а дальше, ну как бы... Дальше. Возраст 70-77 лет. Здесь я подробно раскрывать не буду. Давайте так, подумайте сами, да, для себя зафиксируйте и подумайте сами, как это будет для вас. Чем это будет для вас. На мой взгляд, в возрасте от 70 до 77 лет задача человека освободиться от обязательств по отношению к себе. Да, то есть, были какие-то ожидания от себя, да, я должен, не знаю, получить Нобелевскую премию. Я должен, не знаю, опять же, написать картину, которая будет продана за миллион, там, или еще что-то. Вот от всех своих обязательств к этому времени нужно освободиться, да. То есть, либо признать, что эти обязательства не будут выполнены, да, ну, либо выполнить эти обязательства. Да, то есть, либо получить Нобелевскую премию, либо решить с собой, что, как бы, все решили, да. Да, это больше не тема. Ну, и, наконец, 77-85 возраст. Я так это сформулировал, и здесь я оговорюсь. Если вы религиозны, вернее, давайте так, я сначала скажу, как я ее сформулировал. Освободиться от обязательств по отношению к Богу. Если вы религиозны, здесь больше, ну, как бы, ничего не надо объяснять, да. То есть, здесь, там, надо было паломничество совершить, там, хадж, сделайте хадж. Надо было монастырь построить, да, церковь построить, храм построить, построите храм. Надо было грехи замолить, замолите грехи, да. То есть, тут все просто. Если вы нерелигиозны, то вместо Бога поставьте будущее. Да, то есть, Бог нерелигиозных людей, Бог атеистов, это будущее. Да, то есть, религиозные люди живут для Бога, да. Нерелигиозные люди живут для будущего. Да, то есть, у каждого из нас есть бессмертие. И есть некое представление о бессмертии, да. И, соответственно, нерелигиозный человек живет, его бессмертие, да, в будущем. В его детях, в его читателях, в его зрителях, учениках и так далее, и так далее. Да, мы все равно, да, это ужасно отчаянная идея жить без продолжения. И вот будущее – это наше продолжение. Соответственно, вот в этом возрасте от своих обязательств по отношению к будущему, да, мы освобождаемся. Дальше. Задача на 85-92. Выжить. То есть, в это время, каждый день жизни – это подарок. Да, и я считаю, что задача человека – жить. Да, то есть, если он живет, да, я, ну, я не фанат эвтаназии, что называется, да. Я считаю, что если есть шанс хотя бы на еще один день жизни, да, то есть, жизнь ценна сама по себе. Да, и я считаю, что врач должен жизнь пациента поддерживать до последнего. То есть, я в этом смысле, я сторонник вот такого советского подхода. И, наконец, в промежуток от 92 лет и дальше задача человека какая? Давайте назовем ее так – перейти в бессмертие. Да, то есть, я не буду говорить умереть. Да, почему? Потому что, ну, мы не знаем, что будет к тому времени. Может быть, нас, мы будем в капсулы какие-нибудь ложиться, да, и нас всех будут замораживать, а потом оживлять или еще что-то делать. Да, прогресс идет достаточно быстро, да, поэтому мы такую открытую дверь оставим, да. Для кого-то перейти в бессмертие будет означать, там, умереть и вознестись в рай или упасть в ад или еще что-то, да. Для кого-то это будет просто, ну, прекращение жизни, да, и переход в некую темноту. Для каждого свое. Каждый как-то по-своему это представляет, а может быть, опять же, продолжительность жизни человека средней увеличивается. Вполне может быть, что она к тому времени, когда мы с вами дойдем до вот этого периода, 92 года, это будет там середина жизни. И нам надо будет новую, какую-то новую совершенно схему, новую классификацию рисовать. И это будет такие приятные хлопоты. Итак, давайте я быстренько, да, зафиксирую, еще раз повторю. Давайте так. Насколько понятно то, что я вам рассказал? Если все понятно, напишите в чате, что все понятно. Если есть какие-то вопросы, то самое время эти вопросы задать. Сейчас я сформулирую вам домашние задания по этой теме. Домашнее задание это определить, на каком этапе жизни вы находитесь и какие задачи предыдущих уровней вы пока не видели. Не выполнили, вернее. И какие действия нужно сделать для того, чтобы эти задачи выполнить. Итак, повторяю быстренько. С года до 7 выжить. С 7 до 14 научиться всему, что умеют взрослые. С 14 до 21 научиться освобождаться от влияния ближайших взрослых. 21-28 найти свою стаю. 28-35 построить финансовое благополучие. 35-42 определиться со своей темой, достичь вершины мастерства. 42-49 служить людям. 49-56 передать свой опыт. 56-64 научиться быть счастливым. 64-70 освободиться от всех обязательств по отношению к людям. 70-77 освободиться от обязательств по отношению к себе. 77-85 освободиться от обязательств по отношению к Богу. 85-92 выжить. И 92 до бесконечности перейти в бессмертие. Так, если есть вопросы, передавать опыт. На каком этапе? 49-56. Готов отвечать на ваши вопросы. Так, все вроде бы понятно. Понятно, хотя сам лак в 7 лет может меняться у разных людей. Мне кажется, да. То есть, друзья, еще раз. Как и все схемы, она очень приблизительна. Я это вам в самом начале, мне кажется, несколько раз повторил. Да, что все такого рода схемы, они очень-очень приблизительны. Но в чем ее польза? Да, в том, что она позволяет нашу жизнь отфильтровать. Да, то есть, когда мы смотрим просто на жизнь, да, на все события. Это такой неструктурированный хаос событий. Да, мы берем события жизни, убираем в фон, да. И выделяем некие ключевые моменты в фигуру. И можем уже с этим каким-то образом взаимодействовать. Как совместить идею Просов и Жаворонок с этими этапами? Очень классный вопрос. Мне кажется, что есть люди, которые вот все эти этапы могут прожить годам к 25-27. Вот прям вообще все. То есть, вот вплоть до перехода в бессмертие. Ну вот Лермонтов, да, посмотрите на Лермонтова. Он все сделал, он все это сделал, вот все, все это перечисленное до 26 лет, за 3 года. Вот это то самое исключение, да, которое очень, мне кажется, самое характерное. По ощущениям уже на всех уровнях, кроме последнего успела побывать. Вы сколько хотели бы прожить, если не секрет? Не секрет, 96 лет. То есть, я это много раз как бы фиксировал и, в общем, говорил об этом, что мой жизненный план предполагает, что я проживу 96 лет. Может быть больше. Да, то есть, может такое быть, что, да, то есть, я не откажусь, если, например, к тому времени что-то изобретут. Вот. Ну и с другой стороны, опять же, мы планируем, предполагаем, но вот я сейчас там под машину попаду или еще что-нибудь произойдет, хоп, и все, и нет, и нет человека, да. То есть, плохо не то, что человек смертен, да. Так, финансовую стабильность создала, потом потеряла. Вот смотрите, что я имею в виду вот под этим созданием финансовой стабильности. И когда вы понимаете, как это работает, да, вы умеете эту финансовую стабильность создавать вне зависимости от внешних каких-то обстоятельств. Да, то есть, скажем, у меня была очень стабильная финансовая ситуация, ну, не знаю, скажем, в 96-м году. Да, я зарабатывал тысячу долларов, что тогда было очень большие деньги. Мне оплачивали съемную квартиру, я ездил на работу на такси и так далее, и так далее. Да, то есть, все было очень замечательно. Потом все это кончилось. Ничего, я там перешел в другое издание, потом в другое, потом в Москву переехал. А в Москве это как раз был период гребаной цепи, если кто-то помнит, что я имею в виду. Когда издания просто закрывались одно за другим, да. И я просто как вот с одной льдины на другую перепрыгивал. То есть, перепрыгнул, осмотрелся, стал начальником, дошел до большой зарплаты. За там, за полгода, за год, хоп, издание закрывают. Я опять вот так вот прыг-прыг-прыг. Но приобретается опыт к этому времени, да, и дальше ты уже, ну, эти на... То есть, навыки остаются с вами, да. И дальше, вне зависимости от внешней финансовой, там, кризис-не-кризис, да, вы уже умеете выстраивать себе финансовую стабильность. Так, интуитивно живу по этому сценарию. Так, я же ее не с потолка взял, да. То есть, понятно, что в некоторых ситуациях это гипотезы, да. Я сам не проживал их, да. Но это гипотезы не с потолка, это с изучения жизненных стратегий других людей. Так, финансово себя обеспечивать. Вот смотрите, если важно вот что, чтобы вы понимали, что если у вас какой-то этап пропущен, и может быть пропущен этап, например, вам 50 лет, а у вас пропущен этап сепарации. Да, то есть, вы сидите, сидите, человек там, даже, может, и не живет с родителями, да, но полностью от них зависим в эмоциональном плане. Ну вот, и, пожалуйста, дальше. Что с этим делать? Ну, идите к психологу, работайте, да. То есть, я вам не могу одну технику какую-то дать, которая решит вам сразу там все ваши проблемы. Так же и с финансами, да. То есть, если финансовые, если вам 60 лет, а вы финансовые вопросы не решили, мы с вами вот этим и занимаемся здесь. Вот посвятите год только финансам. А потом уже все остальное решайте. Как найти свою стаю? Классный вопрос. Перебором. Ну, перебором в разные стаи тычьтесь и смотрите, подходит, не подходит. В конце концов, свои найдете. То есть, это не так бывает, что я там по гороскопу... А вы кто по гороскопу? Я по гороскопу вот там, леса, например. Или там, звездочет, да. Я не знаю, не разбираюсь в гороскопах. Вот. Змееносец. И вам надо вот идти туда-то. Вам надо вот это делать. Но я в это не очень верю. То есть, когда вы найдете свою стаю, вы вопрос задавать не будете. Вы это почувствуете, что это ваша стая. А до этого надо пробовать разные стаи. Так. Многозадачность женщины подразумевает проживание всех этапов одномоментно с выделением ключевых, о которых вы сказали. Интересная гипотеза. Давайте так. Я... Давайте мы ее примем без обсуждения. Возможно. Опять же, да. Если бы я имел возможность побыть женщиной, я мог бы поделиться опытом. К сожалению, не имею. Высокого уровня эмпатии недостаточно для того, чтобы квалифицированно об этом говорить. В 49 нет смысла ставить финансовые задачи выше тех, что достиг в период 35 лет. И опять, Наталья, прекрасный вопрос. Друзья, вот вы прям вопросы задаете не в бровь, а в глаз. Я думаю, что можно ставить. Более того, я думаю, что может человек, условно говоря, жизнь прожить до 60 лет вообще без денег, а в 60 лет стать миллиардером. Это возможно. Ну, условно говоря, Березовский. Да? Он не был богатым человеком там лет до 50 с чем-то. А потом сразу резко стал миллиардером. Но! Вот в этот момент нужно очень мощную трансформацию пережить. Да? Вам в себе, если у вас, например, вы зарабатывали 50 тысяч рублей, чтобы сразу начать зарабатывать, или 5 миллионов, вам нужно очень сильно себя изменить. Нужна очень сильная трансформация. Как это сделать? Ну, вот мы здесь этим и занимаемся, в числе прочего. И у нас... Ну, я, может быть, сделаю отдельный урок там. Посмотрим по трансформации, как это делать там и так далее. Но у нас в прошлом году был урок на эту тему. Как раз-таки посвященный трансформации. Да? То есть вам себя, опять же, да, раз вы все это время жили так, как у вас и привычки такие, и окружение такое, и навыки, и знания такие, да, то есть и куча убеждений таких, да, то есть вот со всем этим надо работать, да, то есть это можно все поменять. И иначе, если вы этого не сделаете, да, а вдруг начнете зарабатывать там 500 тысяч после 50, у вас будет... Вы будете саботировать себя с утра до вечера. То есть вы найдете способ избавиться от этих 500 тысяч. Это вот 100%. Если сова и сильно запаздываешь, можно же совмещать задачи? Хороший вопрос, я не знаю. Я думаю, что может быть, может, может быть, ну как бы, если у человека там все хорошо с многозадачностью, то может быть и можно. Но я думаю, что это невероятное напряжение, просто человеку не посильное. И гораздо проще, да, то есть, да, то есть вот за этим чаще всего самообман такой скрывается, да, а давайте я все время, все вместе буду делать. И в итоге человек не делает ни то, ни другое, ни третье. Хоп, прошло 20 лет, да, а так ничего и не сделаю. Да, и запаздываешь еще сильнее. А если ставишь задачу себе, говоришь, так, год я занимаюсь деньгами. Все, год занимаюсь деньгами. Год я занимаюсь поиском дела. Все, год занимаюсь поиском дела. Только тогда результат точно будет. А не так, что я буду и деньги, и поиск дела, и семью еще надо. Да, то есть, и, то есть, размывание фокуса. Так, если чувствуешь близость к жаворонку, не значит ли это, что я укорачиваю себе жизнь? Вот я не знаю, можно ли, мог бы Лермонтов прожить, честно скажу, не знаю, мог бы Лермонтов прожить длинную жизнь? Есть такие авторы, которые, я думаю, что мог бы, да, то есть, мог бы найти способ. Есть такие авторы, которые очень рано себя проявили и в итоге прожили все равно длинную творческую жизнь. Например, Пикассо. Да, как он это сделал? Я не знаю. Он нашел какой-то способ. То есть, он очень быстро созрел. Да, то есть, он там в 15, опять же, в те же 15-16 лет он писал уже как мастер эпохи Возрождения. Вот нашел какой-то способ. Но это секрет, это гений. Так, еще интересно, если пройти все шаги, не получится ли, как у Лермонтова? Ну, так вы же не заводите дуэли. Не заводите ссор с Мартыновым. Так. Обязательно про карьеру быть, если просто в семье счастлива. Ну, классно. Если вам достаточно быть просто, найти счастье в семье, то замечательно. А что вы здесь делаете тогда? Ну, идите в семью и будьте там счастливы. Если все окей, я вам зачем? Я не семейный психолог. Да, то есть, я о семейных... Я, опять же, мне когда про семью что-нибудь говорят, да, я всегда говорю. Ребят, я не специалист по семейным отношениям. Да, я в этом... Ну, да, у меня счастливая семья. Скоро мы 22 или 23 года вместе. Да, и плюс у меня за спиной один несчастливый брак. Распавшийся. Через студенческий брак распавшийся. Поэтому здесь мы с вами здесь занимаемся чем? Мы занимаемся самореализацией. Мы учимся здесь себя творчески реализовать так, чтобы максимизировать доход. Максимизировать и стабилизировать. Вот я бы так это сформулировал. Если, например, у вас хорошее семейное отношение, в котором муж решает все, снимает все финансовые вопросы, ну, вообще вам не нужен этот тренинг. Ну, как бы все, все вопросы закрыты. И ваша задача просто сохранять эту семью. Я не обесцениваю то, что вы говорите. Да, но я говорю, что если у вас эти вопросы закрыты, то вообще не надо этим заниматься. Спокойно занимайтесь семьей и будьте счастливы. И это вполне нормально. И это тоже вполне нормально. Так, у меня пока все по плану. А, вот тоже Виктория пишет. Если финансовые благополучия за счет мужа считаются, конечно считаются. А почему они должны не считаться? Ну, это тоже, понимаете, это очень странная позиция. Да, что я непременно... Если вы хотите, чтобы вы обеспечили, обеспечьте. А если не хотите, то тоже в этом нет никакой... Абсолютно нет никакой проблемы. У меня жена не зарабатывает 10 лет. Она занимает... Ну, вот сейчас она в университете учится. Да, то есть сидела с ребенком, сейчас поступила в университет, занимается тем, что хочет. Ну, можем себе это позволить. Захочет пойти работать, пойдет работать туда, куда захочет. Да, то есть, ну, будет делать то, что захочет. Ну, может, опять же, тебе это позволит. Но я понимаю, что если, например, я заболею, стану инвалидом или еще что-то, то есть не смогу зарабатывать. Я понимаю, что в этом случае она пойдет и будет работать за нас, за двоих. То есть это вопрос взаимоотношений. То есть если хорошая семья, как система, она работает как единая целая. Какая разница, кто из вас зарабатывает. То есть если вы по этому поводу не паритесь, то почему это должно кого-то колыхать? Так, даже если... Да, если уже знаешь, что способен заработать, то любое новое дело с нуля можешь быстро вывести. Ну, я это и сказал, да. Так, если этап пропущен, то результаты следующего этапа, получается, обнуляются. Очень часто бывает пропущенный этап, он вас догоняет и назад возвращает. Просто, да, кажется, что идешь, а потом раз и тащит назад. И вы начинаете... Вот эта ситуация с саботированием результатов, да, вот все вот это стеклянные потолки, да, вот я вышел на 100 тысяч в месяц и дальше никак не могу 10 лет пробиться. Или там на 500 тысяч, на миллион. Это все пропущенный предыдущий этап. Так. Любимым делом долго занималась, достигла определенных успехов в праздниках. Теперь по ощущениям начинаю новую жизнь в другом деле. Ищу новую стаю, осваиваю новое дело. Да, смотрите, еще один нюанс. Когда вы, опять же, когда вы научились, да, научились искать новую стаю, да, например, вот мы, наши тусовки, да, это были там рокерские тусовки какие-то. И сейчас, когда я входил, например, в инфобизнесовую тусовку, я очень быстро там сориентировался и очень быстро занял нужное мне место, да. И когда вы вот это научились один раз, вам очень легко это делать сколько угодно раз, да. То есть, если там я переезжал, допустим, там в Германии я, например, жил, занимался там драматургическим проектом довольно долго. И я приезжаю, вхожу в тусовку какую-то, абсолютно незнакомая мне тусовка. Я очень быстро со всеми перезнакомился, да, все определил, с кем я общаюсь, да, там подружился с девушкой из Исландии, вот. И все, мы там сразу же скучковались такой компанией и вот тех людей, с которыми мне хорошо, интересно и приятно, да. И все, и мы дальше вот этим комьюнити там жили. То есть, вы очень быстро выявляете, учитесь выявлять своих людей в любом комьюнити. Так, хочу заняться финансовым благополучием после 55. Опять же, не запрещается. Так, Пикассо, мы сейчас не об этом говорим. Пикассо умный предприниматель. Кроме таланта, он осознал рынок искусства и огромные перемены в нем поймал волну. Опять же, он там все деньги мог заработать уже, там, к 20 годам. Так, нет ли в вашем окружении холостяка? Так, нашла тему, еще стадию. Так, нашла тему, еще стаю, дал пробой. Финансовое благополучие. Доход от предыдущих денег стал нестабильным, но и так же. Смотрите, опять же, если, допустим, понятно, что сейчас идет турбулентная ситуация, да, и вы, если вы вылетели, допустим, если у вас там проблема снова с деньгами, решайте проблему с деньгами. Да, то есть, отложите все другие проблемы и занимайтесь только деньгами. Да, например, если нужно найти работу, то занимайтесь только поиском работы. Да, то есть, каждый день резюме свое куда-то отправляйте. Каждый день ходите на какие-то собеседования. Да, то есть, сто раз отправите резюме, неизбежно вы найдете работу. Да, если вам нужно найти стаю, опять же, там, раз в неделю входите в новую какую-то стаю и осматривайтесь. Как сходили на концерт на какой-то, да, посмотрели, оглянулись, да, сходили на тренинг на какой-то. Тренинги, кстати, отличный способ для поиска своей стаи, да, то есть, тему выбрали, да, я интересуюсь, допустим, книгами, да, пошел на какой-то книжный тренинг, и все, и там нашел свою стаю. У нас вот мастерская, ребята общаются годами. То есть, вот курс у нас собирается, да, и у нас есть ребята, которые там вот познакомились в мастерской 7 лет назад, и вот они до сих пор там общаются дружи. Нормальная ситуация. Да, то есть, если там нет возможности вживую сходить, вот онлайн можно познакомиться с кем-то. С инфобизнесменами я так и знакомился, да, то есть, ходил на какие-то инфобизнесовые тренинги, и в разные страны переезжаю, везде заново ищу новую, ищу стаю свою в разном возрасте. Навык выработан. Вот да, кстати говоря, я как раз об этом хотел сказать, да, то есть, вы в другую страну переезжаете, если вы, опять же, знаете, где искать, знаете, как искать, как с людьми, какие стадии отношений с людьми проходить, да, вы очень легко и очень быстро это проходите. Да, то есть, вы можете в доверительные отношения выйти за, там, буквально за день, за два. То есть, найти свою стаю равно научиться находить своих и создавать свое комьюнити. Я бы еще к этому добавил определение своей роли в этом комьюнити. Да, то есть, и если вам, например, вот если я, например, приезжаю в другую страну, да, я там мало что знаю. Я, там, когда я переехал, я не очень уверенно говорил по-английски. Да, я и сейчас не очень уверенно говорю, да, то есть, я легко читаю свободно, свободно смотрю кино, да, но разговариваю и пишу не очень уверенно. Да, слова путаю какие-то, вот. Ударение, естественно, путаю, произнесение. Но я сразу же становлюсь в роль ученика. Да, да, то есть, вот это умение в любом возрасте перейти в роль ученика, да. Но и из роли ученика, да, вы очень легко должны уметь перейти в роль учителя. Потому что вот в этой же самой, в Германии, да, в нашей группе я очень быстро стал, сначала был учеником и очень быстро стал учителем. Они там увидели, что я занимаюсь цигун, делаю упражнения, и такие, о, типа, покажи, что. Ну, я показал там пару техник, они говорят, а давай ты нас научишься, я говорю, а давайте. И начали мы там каждое утро собираться, и у меня была такая небольшая группа, мы делали там 8 кусков парчи каждое утро. Отлично. Да, я там на ломаном, на ломаном английском, да, что-то им объяснял, показывал. Да, то есть вот это вот умение по ролям переходить, дать. Вот совершенно верно вы написали. Чувствовать иерархию и быть гибким в плане ролей. Да, то есть уступить, понимать, кому надо уступить, понимать, где надо поддавить, да, где надо голос повысить. И не в конфликты вступая, да, то есть есть люди, которые в комьюнити входят, и сразу со всеми переругались, да, то есть чтобы вот этого не было. А очень быстро сориентироваться. Вот это навык. Хорошо, друзья мои, домашнее задание, мне кажется, понятно всем. Продолжаем, продолжаем подтверждение собирать так же, и увидимся на следующей неделе. Друзья, да, еще одну вещь я хотел спросить. Я немножечко, немножечко дергаюсь, почему? Потому что мы переходим, мы так сложность нарастает тем, и я боюсь, не начнет ли народ отмораживаться. Как вам уровень сложности того, что я даю? Можно давать более сложные темы? Или дать наоборот попроще что-нибудь? Легонькое, да, технику какую-нибудь. Сделали и сразу же деньги заработали. Как вам, успеваете ли вы освоить и понять за неделю то, что я вам даю в понедельник? Дайте мне немножко обратной связи. Уже сложно. Можно и нужно. Все ок. Все, нет, попроще бросить. Вы пишите, как думаете, а я срез делаю, да, то есть я понимаю, что это не очень, может быть, точное, да, но некое общее ощущение я понимаю. Запреты вырубили. Классно. Техники сложнее. Но у нас будет, друзья мои, мы, еще раз, понимаете, я стараюсь чередовать с одной стороны какие-то вещи, которые мы прям сразу же делаем и сразу же получаем результат. И какие-то вещи концептуальные, которые будут давать вам результат на длинной дистанции. Что-то, может быть, будет доходить там через 5, через 10 лет, это тоже нормально. Мы делали с вами, помните, да, там быстрые продажи. У нас будет по рекламе уроки, по структуре запуска проекта, да, то есть мы все это будем делать. Легоненькое. Да, жду сложного. Непростое, а четкое. Так, можно давать более сложное. Хорошо. Видите, я если даю какую-то тему, да, даже если эта тема, в общем, такая более или менее известная, я всегда, чаще всего у меня какое-то такое отдельное особое мнение по этой теме, и я ищу какой-то поворот всегда. Вот рядом два комментария. Один успеваю и слишком быстрый темп. Можно чередовать простые, практичные и сложные философские. Ну, я так и делаю. Шестеренки кипят. Да, друзья, я еще раз напоминаю, как мы в новогодние праздники будем работать. Мы работаем до... Сейчас я дайте-ка гляну. В декабре. 26-го у нас с вами будет занятие по графику 26-го декабря. И дальше, смотрите, с 1-го января по 10-е января у нас будет самодисциплина. И 10-го января самодисциплина для писателей и сценаристов. Я на самом деле, я понимаю, что не все среди вас писатели и сценаристы, но даже если вы там блоги пишете или еще что-то, приходите обязательно на самодисциплину. Там информация, как вписаться, есть у нас на сайте, на Шичингеру. И мы там каждый день выкладываем посты про самодисциплину. Сейчас как раз идет набор туда активный. И если захотите, на новогодние праздники можете сделать себе такую ресурсную неделю. Отдохнуть, вообще ничего не слушать, отдыхать. Ради бога, абсолютно принимаю. Можете прийти и пройти самодисциплину вместе со всеми. И 10-й урок самодисциплины, он пройдет 10-го числа. Это вторник, 10-го января. Он же будет финальный урок самодисциплины. И это будет номерной урок, очередной урок нашего года денег. А дальше мы с вами обратно войдем в ритм 16-го, 23-го, 30-го января. И дальше так по понедельникам будем заниматься. Более сложная тема вызывает больше интерес. Хорошо, гипноза хочется. Гипноз будет на АВП деньгах. Я остерегаюсь трансовые техники. Теперь давайте в прямом эфире стараюсь. Все-таки это сильный очень инструмент. Я немножко осторожничаю. На ВП у нас, да, там 5 трансовых техник будет. Так, на самодисциплину можно не с новым текстом, а в продолжении текста пойти? Да, можно. Можно вполне. Так, моя ловушка многозадачность. Хочу все и сразу, и поэтому буксую. Сегодня был инсайт на эту тему. Надо брать одно и фигачить. Смотрите, я здесь еще одну оговорку сделаю. Сделаю, я помню ваш комментарий. Есть еще один нюанс. На самом деле, да, то есть сначала, естественно, мы учимся однозадачности. Да, но дальше, на следующих этапах, да, когда уже вы достаточно хорошо прокачаны, когда вы уже научились концентрироваться, вы можете добавлять еще задачи, другие задачи. Но дело в том, что многозадачность, это не когда вы одновременно много задач делаете, а когда вы чередуете задачи, да, например, там утром пишу сценарий, в обед там, не знаю, вебинары веду, да, или там посты продающие пишу, да, вечером там коучинг веду, да, то есть когда вы все время сосредоточены на текущей задачи, но вы между задачами переключаетесь. И вот обучение, с одной стороны, быстрому переключению, и с другой стороны, полной конструкции после этого переключения. Вот это и есть многозадачность. Ну, есть еще делегирование, да, то есть когда какие-то задачи, вы делегируете, и таким образом у вас задач много, а вы решаете только несколько из них, а остальные другие люди. Так, недели пролетают моментально, возвращаюсь к старым урокам. Провалялся неделю с температурой 39, поправляйтесь, Владислав. Так, в январе стартуем 10-го, да, смотрите, в январе стартуем 1-го января в 12.00. То есть в январе у нас будет тренинг самодисциплина для писателей и сценаристов. Он будет в 12.00 каждый день с 1-го по 10-й. Я настоятельно понимаю, что не все смогут принять в нем участие, но я прям настоятельно рекомендую. Я сам его очень люблю, сам его прохожу каждый год. В этом году он будет проходить в, по-моему, в 8-й раз. Или в 9-й. Нет, в 8-й, наверное, раз. А если, например, вы не можете, не сможете, тоже я с пониманием к этому, да, то 10-го во вторник в 12.00 будет финальное занятие самодисциплины. И оно же будет номерное занятие года денег. Где проходит самодисциплина? Здесь же. Да, потому что именно поэтому, что понедельник это 9-й января, именно поэтому я вам специально об этом заранее говорю, что 10-го пройдет урок. Где ссылка на самодисциплину? На сайте Shichin.ru. Зайдите на наш сайт, сайт сценарной мастерской shichin.ru. Там один единственный материал стоит. Самодисциплина. Давайте я вам его кину в чат. Мне не трудно. А если не писатель иронимая психика, можно на самодисциплину идти? Все равно придется писать. Но на самом деле туда, конечно, контрабандой ходят и художники, и психологи. Все, кто туда только не ходит. Все ходят. Я учу писать, да, и там мы считаем страницы, да, то есть страницами задание дается, да. То есть, конечно же, кто-нибудь обязательно, а я художник, я буду картины писать. Как мне измерять? Я говорю, я понятия не имею. Ну, как бы, я учу писателей, да. То есть, если вы художники решили в нашем тренинге поучаствовать, ну, найдите сами способ, как измерять свою работу дневную. Так, как зонтичная цель? Она решает много задач. Чаще всего она решает переход, она дает переход на следующий уровень. Что такое ВП-деньги? Это месячный курс, который будет проходить в мае. Нет, не в мае. В марте. Я попозже тоже про него расскажу. Это как бы такой вершина вот этого года денег. Он платный, он недорогой, он будет стоить там, по-моему, 10 тысяч. 9, по-моему, с половиной тысяч он стоит. И я его... Это не как бы не часть нашей воронки, да. Типа, я вас всех веду к этому курсу. Есть тысяча более простых способов, да, придумать воронку для того, чтобы продать курс. Просто какие-то вещи я не могу давать в прямом эфире, да. Поэтому я их даю в закрытой этой самой. Это вот будет ВП-деньги. Там месяц, там ежедневное будет, ежедневное задание. Да, то есть это такой... Вот мы ведем этот курс, да, идет у нас. И там будет такой месяц интенсивной работы по теме денег. Вот это ВП-деньги. Это будет в марте. Да, тоже, опять же, я не... Субтитры подогнал «Симон»!